Между двумя микрорайонами города Рязани, небольшой лесопосадки длины в километр, недалеко от людских построек, много лет подряд живет пара ястребов-перепелятников. Уже 10 лет за этими птицами ведет наблюдение орнитолог Антон Барановский. Интересно состоялось его первое знакомство с парой. В 1998 году Антон шел по лесу. Неожиданно на него налетела разъяренная истребиха и стукнула по голове. Так ученый узнал о существовании истребиного гнезда. С тех пор он постоянно навещал гнездо и вел за ним наблюдение. Таким образом, самка постепенно привыкла к визитам ученого и перестала на него нападать. Хотя каждый год все выше и выше переносило гнездо, надеясь, что визитер туда не доберется. Все эти годы для наблюдения за гнездом Антон эпизодически летом устанавливал камеру на соседнем дереве. За это время у истребиного семейства были благополучные года и совсем печальные. Так, один год пара вырастила пять птенцов, которые вылетели из гнезда, когда пришел срок. Но был год, когда из пяти яиц вывелся только один птенец, и тот погиб через несколько дней. В нашем фильме мы подробно расскажем только об одном выводке, который пара вырастила в 2014 году. В этом году у самки было четыре яйца, но вылупилось из них только три птенца. Первый визит в гнездо Антон сделал через час после рождения второго истребенка. Он был еще мокреньким. Старшему на тот момент были уже вторые сумки, а третий птенец еще не вылупился. На появление Антона истребиха теперь реагировала намного спокойнее, чем при первой встрече шесть лет назад. Теперь она только угрожающе разводила крыльями и сдавала характерный гриб. Новорожденные птенцы в ястребах-перепелятниках напоминают маленькие белые шарики. Такие славные создания. У перепелятников самец в два раза меньше самки. Это папа прилетел посмотреть на детей. А за ним сразу и мама с добычей когтях. Птенцам здесь неделя, их уже трое. У ястребов все семейство обеспечивает пищей самец, которые регулярно приносят мелких птиц. Самка ощипывает их, расчленяет на мелкие кусочки и кормит птенцов. В этом семействе самец всегда передавал добычу самке на соседнем дереве. А пока она ее ощипывала, он прилетал посмотреть на детей. Кстати, так не всегда происходит без рябинных семей. В некоторых самец приносит добычу прямо в гнездо. Интересно, что у ястребов самец увлечен только охотой. Если самка погибает, он также исправно продолжает приносить добычу в гнездо, но не кормит птенцов. И если птенцам не исполнилось еще две недели, они в конце концов погибают от голода среди запасов пищи. Причем ястребам свойственно ощипывать добычу, еще не убив ее. На месте пиршества остаются кусочки перьев, лапки, кости, плев и передняя часть черепа птички. По остаткам трапезы можно определить, что здесь побывал ястреб-перепилятник и даже можно узнать, какая птица стала его жертвой. Питаются перепилятники в основном мелкими птичками, воробьями, синицами, пеночками, зябликами, щеглами. Очень редко могут поймать голубя. Отец нашего ястребиного семейства ловил только воробьев. Причем за ними он летал минимум на полкилометра. А рядом была голубятня с домашними голубями. И за все годы, начиная с 1998-го, ястребинная семья съела всего одного домашнего голубя. Причем, скорее всего, голубь был совсем больным и каким-то образом оказался недалеко от ястребиного гнезда. Второй раз Антон вторся в гнезду, когда птенцам была неделя. В этот раз самка не выдержала и улетела, что позволило Антону подержать птенцов в руках. Четвертое яйцо все еще лежало в гнезде. Здесь птенцам две недели. Они заметно подросли. На обед у них опять воробей. При появлении Антона они уже пытались становиться в угрожающую позу, подражая матери. И пищали. А здесь птенцам уже три недели. Интересно, что самка все так же продолжала их кормить. И кормила она их до самого вылета. Причем такое поведение свойственно было только этой самке. Другие ястребихи, за которыми наблюдал Антон, трехнедельным птенцам добычу оставляли в гнезде, и те ели ее сами. Отец все так же прилетал посмотреть на детей. Птенцы уже стали больше его. Как мы говорили ранее, у перепелятников самцы в два раза меньше самок. Дело в том, что мелкий по размеру самец очень подвижен и лучше охотится. А крупная самка лучше защитит свое гнездо. Даже у птенцов перед вылетом эта разница хорошо заметна. И вот птенцам уже около месяца. Один, а конкретнее самец, уже покинул гнездо. Остались две самочки, которые обычно сидят в гнезде на 1-3 дня дольше. Молодые ястребы, покидая гнездо, сначала перебираются на соседние ветки. Летать они начинают в возрасте 35-46 дней. При этом родители продолжают приносить им пищу. Полностью независимыми от родителей, они становятся приблизительно на 95-й день своего рождения. Ястребов-перепелятников люди с древних времен используют для охоты, так как эти птицы легко поддаются дрессировке. Осенью в Грузии на полянах и на окошках можно увидеть непонятную для непосвященного картину. Притаившийся за кустом человек дергает за длинную бечевку, и небольшая птица, сорокапут жулан, повлетают вверх. Человек этот базиери, охотник с огурчими птицами, а жулан на веревке всего лишь приманка. И вот из-за куста стремительно вылетает ястреб-перепеляй, пикирует на жулана и через секунду бьется в замаскированной севере. Охотник бережно освобождает ястреба. С ним он будет промышлять всю осень, пока длится на Кавказе пролет перепелы. А когда пролет закончится, охотник выпустит своего ястреба, чтобы в следующий сезон примать другого. Ну вот и все, что мы хотели рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного о птицах, населяющих в России. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok